Аллаху Аллах! Аллаху Аллах! Недалеко от Аммана в Иордании в пустынной местности, проходящие мимо путники могут стать свидетелями чуда. Прямо посреди пустыни в засушливой местности стоит удивительное дерево. Его листья пышные и зелёные, словно бросают вызов этой бесцветной и сухой земле. Это благословенное дерево, в тени которого, как полагают, пророк Мухаммад саллиллаху алейху ассаляма отдыхал в детстве во время путешествия со своим дядей в Сирию. Именно в ходе этой поездки монах Бахира заметил в маленьком Мухаммаде алейху ассалям признаки приближающегося пророчества и предупредил об этом его дядю, чтобы тот мог защитить его. Неподалеку от этого места сохранилась старая римская дорога. Именно по этому маршруту проходил когда-то караван пророка алейху ассаляма и его дяди, направлявшихся из Мекки в Дамаск. Однажды я пролетел на вертолете, и прямо посреди пустыни я увидел дерево. Я подумал тогда, это чудо, как возможно, что оно выжило здесь, в этой засухе? Я сразу узнал это дерево. Это уникальное благословенное дерево пророка Мухаммада алейху ассалям, которое когда-то дало ему пристанище и отдых. Те, кто посещают эти места, отмечают, что благословенное дерево и в самом деле несет в себе какую-то удивительную благодать. Его ветви усыпаны свежими, сочными листьями. Они склоняются очень низко, но если заглянуть под ними, открывается большое пространство. Словно уютный домик, тенистое дерево уберегает путников от палящего солнца. Помимо всего, здесь происходит и еще одно чудо. Хотя земля той местности сухая и почти безжизненная, небольшой ручеек протекает рядом с деревом. Удивительно и то, что земля вокруг ручейка остается сухой. Как если бы единственной целью течения воды являлось бы поддержание жизни дерева. Считается, что последний живой сподвижник, благословенное дерево, было обнаружено иорданскими властями, которые нашли упоминание о нем в королевских архивах. Несколько известных ученых направились для исследований в эту область, а позднее один из них увидел сон, в котором ему была подтверждена подлинность дерева, как того самого, под которым отдыхал пророк, саллиллаху алейхи васалям. Мы живем в мире, который постоянно меняется, и порой некоторые реалии прошлого ставятся под сомнение. В этом контексте благословенное дерево обретает метафизический смысл. Оно как бы становится символом перехода от реальной действительности земной жизни к жизни следующей. Чудо Всевышнего Аллаха, который сохранил зеленое дерево в пустыне, каждый может воспринять как на проявление духовности в наших сердцах. И как тот ручеек, который питает корни дерева, неся ему живительную влагу, пусть питаются сердца мусульман искренними словами и поступками, вызывающими довольство Создателя. Амин. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok